всем привет от мир кувалок что это сейчас было это было бы вы столкновение лера да ну что же подумают о нас телезрители думаю что они уже поняли что мы нарушили одну из правил дорожного движения какое преимущество в движении проще говоря уступи дорогу я не знаю такого правила я ведь шел справа нужно было меня пропустить краткий курс правил дорожного движения специальный для тебя лера соблю ждать правила дорожного режима надо сначала посмотреть налево и потом направо нет ли машин а потом уже идти нас бывают и людей нужно переходить на дорогу на зеленый цвет если едет скорая помощь надо посмотреть откуда едет скорая помощь и надо подождать пока она проедет водитель должен не отвлекаться не звонить по телефону не пить не балакать на девушек в окно не смотреть потому что водитель должен не сбить никого и должен быть не внимателен самое главное чтобы водитель видел что человек идет не должен танцевать надо ехать с той скоростью с которой надо когда садишься за рулем нельзя пить спиртовые напитки не накупиваться пиво когда люди переходят надо остановиться нельзя просить губу за рулем нельзя кушать не отвлекаться не исти за рулем еще нельзя водителя отвлекать когда он едет там где-то на фуре на маршрутку но если кого там подвозит он я сам водитель закрывал глаза он спал в машине нарушитель должен документы показать и леха дальше так с основными правилами разобрались как водитель водителю тебе скажу что это не все правила дорожное движение которые надо знать а что еще нужно перед выездом убедиться что машина в полном порядке и что водитель тоже в порядке не серьезно лера а что еще еще на дорогах стоят сотрудники гаи и могут оштрафовать давайте узнаем какие штрафы злостных нарушителей сначала надо проверить документы а потом выяснить зачем это делали эти люди и чем он забыл в три порушения то в него можно забрать и праву корывание транспорта тихонько на ушко надо паухать нельзя быстро ехать чтоб спишь пешехода не сбить на забрать те игрушки так и ремня по попе мы водителя садим на диету если они наводили ну беспорядок я бы заставил их посидеть в тюрьме заслужить а потом сделать мне порядок в магазине я у него заберу права чтоб ездить и ждать чтобы два дня прошло я подгладу по голове и дам конфетку надо строго поговорить с ним но я бы просто заберу машину и когда он уже научится нормально водить машину и делать все нормальное дорожное правило то тогда я ему отдам машину надо наказывать штрафом и деньгами подать в суд требуем рассказать про правила дорожного руху а когда ему отпустят так можно забрать паспорт паспорт деньги и машины а можно еще бензин забрать арестовать нужно и наказать их надеть на них наручники туда в клетку всунуть привязать наручники клетки а потом еще нужно отпустить когда уже будет приказ и собрать у них деньги паспорт и они там будут на дороге был бы полный беспорядок все лера решено когда я вырасту пойду работать хай ты еще хотел стать банкиром а ты посмотри что на дорогах делается кто-то же должен следить за порядком как же твой крутой мотоцикл о котором ты мечтал мотоцикл не дадут на работе и однажды я настрою настоящую погоню ага значит все дело в мотоцикле нет конечно почему люди идут работать в гаи узнаю прямо сейчас хотел бы потому что это очень интересно останавливать и проверять документы какие ах водитель говорит ну у меня хорошие это очень здорово потому что это очень интересно ловить преступника весело я не хочу оббирать паспорты мне нравится справедливость это для мальчиков работа мне это не интересно потому что я друзьям занимаюсь у меня есть много книжек по химии потому что я отличный стрелок так я хочу тому что если вот так и их от и их от и листы то можно вот так червоным и он остановится и его оштрафуют ты всеми можешь командовать там тоже это красивая одежда дает чтобы у меня была блестящая одежда водить машину там можно было найти из полицейских своих друзей можно брать взятки за водителя это там очень страшно я не хотела бы работать в гаи потому что это надо целый день стоять и всех останавливать на воде на кабуках тяжело там все время указывают что делать там учатся работы для человеке там интересно и всегда можно всех останавливать стрелять за бандитами дабы люди будут будут уважать и не хотела работать потому что там всех ругают я луга и хочу зарабатывать деньги хорошенькие берут взятки начались акты так такие галичники наша программа подошла к концу нашим от автомобилистов желаем не гвоздя и жезла пока